Олимпийская Академия Олимпийская Академия В почете были иконные состязания. Для них древнегреки соорудили гипподром. Наконец был гимнасий – место, где под музыку тренировались спортсмены. Они метали диски, занимались борьбой, делали гимнастические упражнения. Стадион окружали места для зрителей. Знатные гости восседали на скамьях из белого мрамора. Ах, какие тут кипели нешуточные страсти! 40 тысяч зрителей съезжались на игры со всей древней лады и темпераментно переживали за своих. Вот что входило в программу древних олимпийских игр. Бег, прыжки, метание диска, метание копья и борьба. Это основные виды спорта, назывались они пятиборьем. К сожалению, тогда судьи не записывали рекордные результаты, техника не позволяла. Следили только за тем, кто раньше или кто дальше, так что конкретные цифры нам неизвестны. И все же кое-какие достижения дошли и до наших дней. Вот, например, бегун Тисандр отмахал за час целых 19 километров. Это весьма приличные результаты по нынешним меркам. А метатель дисков Флегий перебросил диск через речку в 50 метров шириной. Это достижение международного класса. Кстати, знакомое всем с детства слово «стадион». Откуда оно взялось? Опять же из Древней Греции. Дистанция бега тогда равнялась, ну, примерно одному стадию. Вот вам и стадион. Античные бегуны брали невероятные стадии. Один обогнал зайца, а заяц бежит 14 метров в секунду. Другой лошадь, а третий устроил такой спектакль. Он стал первым в забеге и на радостях сгонял в свой родной город Аргас. Сообщил землякам о своей победе и побежал обратно в Олимпию, чтобы продолжить соревнование. Порядка 100 километров получилась дистанция. Правда, здорово? Еще древние греки любили соревнования колесниц. Это был красивый, но очень опасный вид спорта. Колесницу на огромной скорости везли 4 лошади. Зрители кричали и свистели. Кони пугались шума. Колесницы попадали в аварии, переворачивались. Разбивались о столбы, люди падали под колеса. И часто бывало так, что из 10 колесниц до финиша доезжали только 2. А победителем считался совсем не жокей. Хотя именно благодаря его ловкости и силе лошади доходили до финала. Звание чемпиона получал владелец лошадок. Нужно отдать должное Древней Греции. Ведь это на ее солнечной земле тысячи лет назад появились праздники спорта и мира. А должное современные спортсмены отдают красиво и просто. Накануне игр олимпийский огонь зажигается не где-нибудь, а именно в Олимпии. И оттуда его эстафетой доставляют к месту проведения новой Олимпиады. И это символично. Это сейчас победители Олимпийских игр награждают медалями и дорогими подарками. В Древней Греции все было гораздо скромнее. Но не менее почетно. Одним из символов античных Олимпиад считался оливковый венок. Он был самой главной наградой победителю. Дикие оливы росли в священной роще Олимпии. В ветви дерева срезали золотым ножом, перевязывали красными лентами и возлагали на головы олимпиоников, то есть чемпионов. Это происходило в последний день Олимпиады. На время игр в Древней Греции прекращались все войны, а враждующие стороны заключали священный мир. Поэтому оливковое дерево получило почетное звание Дерево мира. А сейчас мы окажемся в самой гуще античных соревнований. Наш специальный корреспондент Мурзилка готов. Рассказывай, Мурзилка! Привет, Максим! На Древней Олимпиаде нужно быть готовым ко всему. Например, к чудесам. И эти чудеса творит настоящая воля к победе. Смотрите, вон там идут соревнования по прыжкам в длину. Древние спортсмены прыгали с тяжелыми герями в руках и по показателям в два раза превышали сегодняшние рекорды. Спортсмен Фаил летит как на крыльях и пролетает, пролетает, пролетает 16 метров 30 сантиметров. Ого! Памятник из мрамора нужно ставить этому героическому Фаилу. Не беспокойся, Максим, поставили. А почему он без ноги? Потому что, приземлившись после такого грандиозного прыжка, Фаил сломал левую ногу. Но это уже не спортивная история. А вот я вам покажу еще одного олимпионика. Это легендарный Милон Кратонский. Он был борцом. И это его первая олимпийская победа. Ровно шесть раз Милон становился олимпийским чемпионом по борьбе. Шесть раз, Максим! Ты себе это представляешь? Ничего себе! Таких рекордов больше никто и никогда не устанавливал. Точно! А Милон мало того, что был спортсменом, еще и наукой занимался. Ну, значит, поговорка «сила есть» ума не надо не про Милона из Кратона. А ты, как думаешь, Мурзилка, каким должен быть настоящий спортсмен сегодня? Наверное, таким, как древние эллины. Чтоб гармония была между интеллектом и физической силой. Таким греки представляли себе идеального человека, а не только спортсмена. Эх, правы были древние греки! И ты, Мурзилка, тоже прав. Спасибо тебе! За что, Максим? Я понял, к чему нужно стремиться. Ну и молодец! А я понял, что сказал все, что хотел сегодня сказать и показать. Тогда лети отдыхай! Прямое включение с древних Олимпийских игр заканчивается. До следующих игр, Мурзилка! И до следующих побед, Максим! Пока! Древние греки не могли обходиться без мифов. И сочиняли их по любому поводу. Появление Олимпийских игр тоже стало поводом для прекрасной легенды. Герой Эллады Геракл был рожден для того, чтобы совершать подвиги. И он совершил их целых 12 штук. Один из них, если верить мифу, дал толчок первым Олимпийским играм. Это был шестой по счету подвиг Геракла. Тогда герой очистил от грязи конюшни царя Авгия. Авгий был страшно богатым. Помимо денег у него имелись роскошные стада. В царских конюшнях проживали 500 быков. И никто за ними не успевал убирать. Конюшни заросли грязью. Геракл на спор предложил Авгию очистить помещение всего за один день. Хитрый Авгий тут же согласился. Он был уверен, что это невозможно. Но сильный Геракл был еще и умным парнем. Он направил в конюшни Авгии две реки. Мощный поток воды вынес всю грязь за один день. Авгий проиграл спор и должен был отдать Гераклу своих быков. И тут Авгий промахнулся. Он отказался выполнять условия спора, а Геракла просто выгнал вон. Через несколько лет Геракл отомстил. Он победил Авгия в жестокой битве. И в честь победы Геракл посадил целую рощу диких олив и учредил Олимпийские игры. Ветками именно этих олив потом награждали олимпиоников. Сейчас от этой рощи почти ничего не осталось. И все же серебряные листья олив напоминают нам о том, какие славные дела творились когда-то на древней земле Эллады. Это была программа Олимпийская Академия. Я, Макс Маленко, прощаюсь с вами.